Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех, кто и чай, в дикие джунгли и сгарим. Привитос, амигос, вы не представляете, какое это счастье после Uncharted'ов для бедных и Uncharted'ов для индусов вернуться к Uncharted'у обычному. Я сразу передумал ныть о том, какая игра плохая, буду ее только нахваливать, потому что я реально вкусил говнеца. Вот для этого и существуют всякие инди-игры, чтобы пойти и пожевать говна, коли уж ты зажрался. Есть! Так, в комментах к следующим играм и пишите. Бес, ты что-то эту игру, блядь, недооцениваешь? Вот иди поиграю вот в эту, вот в эту, дешевую версию этой игры. Тогда ты поймешь, что мажорный Uncharted'ов, это 10 из 10 по шкале Логминого. Это башня Саллик. Почему эти башни стоят на... Интересно, вот, когда эти пираты выбирали, где им строить башню, они чем руководствовались, почему с башни вот этого пирата до башни следующей можно практически струей достать, если три пива высосать и поссать не сходить. Так, это тот же самый рынок, где мы уже шли. Я надеюсь, еще не поздно компас за 300 баксов вернуть, а то я передумал. Опа, и тут начинается какой-то дикий шутер. Они стреляют в воздух. А, все понял, они убрали лишних людей с улиц, вместо того, чтобы просто к нам подкрасться незаметно. Так, ну, граната пошла. Надеюсь, что хозяин вот этого ларька с красными раками простит меня. Видимо, это компьютерный клуб местный, где можно в армату поиграть, зайти. Компьютерный клуб злобные раки. У нас один час стоит дешевле. Так, я вообще подбирал гранату, но подобрал почему-то автомат. А вот с этого чувака я бы хотел очки стянуть. У него очки как у Сталона. Вот это злобная, злобная тачка, смотрите. Не то, что это говно, которое в Last of Us меня преследовало. Ну что, проверим, как она, как у нее с бронебойными свойствами. У нас как-то один памятник, ну, благодарные потомки под один памятник, где Т-34 стояло на постаменте, засунули гранату и взорвали. Ну, конечно, танчик пришлось немножко чинить. Все-таки он, наверное, на современные... На современные гранаты засунутые хер знает куда не был рассчитан. Но и не разлетелся, так что... В общем-то, достойно выстоял. А, не ремонт, а реставрация понадобилась. Реставрация. Короче, граната попортила гусеницы там, словно говоря, и что-то погнуло. Вот так вот. А потом на 9 мая, наверное, эти же люди, блядь, с своими георгиевскими ленточками бухие ходят по центру города. А, боже. Слушай, а о чем мне делать с этим грузовичком? Давай как-то ты его отвлекешь, а я в домик проскочу. Тебя-то он не убьет. Ты вторичный персонаж данной оперы. Я так понимаю, что мне надо туда, в дверь. Но дымовых гранат у меня тоже нет. Бля, посмотрите, какая установка у него на крыше стоит. Это вам не Брэдли из Арматы. О, боже, бля, 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 бля. Да пусти меня, пусти, пусти, придурок. Блядь, по нам стреляют. Ебать вас тут. Чёрт. Стиль колобка меня подвёл. Отстойно. Я не думал, что там два петуха ещё внутри сидят, суки. Чёрти, бля. Тогда нам надо просто влево щемануться. Очередной наёмник выхватил от археолога по... Э-э-эллинскому? Я не знаю, где они таких наёмников нанимают. То, что, ну... Либо в Америке очень крутые археологи, потому что парк Тюркского периода, Индиана Джонсы, Лара Крофт и так далее, это всё археологи, которые просто раздают... Раздают пщи наёмникам всех мастей от фильма к фильму, от игры к игре. Слушайте, ну... Такую перестрелку, на самом деле, только гранатами играть и остаётся, потому что это дичь какая-то вообще полная. Опять Салли меня подводит, абсолютно бесполезный человек. Граната пошла, но, конечно, всем нассать на неё, да? Салли, пожалуйста, убей, 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 убей кого-нибудь! Салли, ну ты задолбал! Ну ты, блядь, вообще... Боже, ну почему по сюжету его просто не убили где-нибудь час назад? Ну он серьёзно, он в этой миссии... Блядь, я не знаю, я прижмусь к этой тачке, я думаю, что УВН у неё... Ах ты, сука, она ещё отъезжает! Блядь, я просто не понимаю, что надо делать в этой миссии? Куда идти, куда бежать? Мне кажется, что в этот дом, но в этом доме их слишком дохера, не похоже, что туда надо. А люди тут вообще, по-моему, бесконечно бегут. Я сколько не убиваю, их меньше вообще не становится. Так, хорошо. И куда эта граната полетит, интересно, если она вот так брошена. Попадёт в палку колбасы, которая свисает сверху. Так, вот они провафлили гранату, которая предупредительно пикает. Господи, это самая бесполезная граната в мире, зачем она... Она пикает для того, чтобы все успели отбежать, наверное, специально. Блядь, вот чё с этим броневиком не так? А хер он тут нужен? Так, вот укрытие номер два. Обязательно не воспользоваться которым просто невозможно. Значит, мы идём правильной дорогой. Давай поглубже куда-нибудь её закинь, чтобы... Он не крутой пацан, он повернулся и посмотрел на взрыв. Он не может выбрать, из-за какого дверного косяка по мне стрелять. Из-за левого или из-за правого. Так, всё, наконец-то я прорвался в этот чёртов дом. Действительно, может... Я после каждой смерти порываюсь включить себе автоприцеливание, но, блядь, не знаю, что-то как-то... Что-то как-то, блядь, двадцатилетней давностью от автоцелей попахивает. С айфон-фильтером. Ну, откуда он сзади-то взялся, блядь? Я просто в шоке. Этот Салли просто провафлил все тылы. Держи, я ему фу и отстрелю, блядь. Да, показал. Размножаться он теперь точно не будет. Воу, 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 воу. Почему мы постоянно бежим там, где простреливает этот лобаный дыр... А, ну, вот, понятно, да. Вот она начинается миссия с демки. Аллилуйя, ну вот такая ховая миссия. Оу, воу. А, ручник на нолик, да? Нет, на квадратик, на нолик вообще ничего. Ну, чё ты свою шаверму не забрал на колеса? О-о-о! И обратите внимание, что, серьёзно, здесь не одна верная дорога, здесь вариативность езды. Здесь несколько вариантов, как уходить от огня. Влево, вправо, дважды влево. То есть это очень круто. Мне вот эта миссия очень понравилась. Они сделали правильную ставку на демку, да, на рекламную, и показали сразу лучшее, что есть в игре, и езду на этой тачке от броневика абсолютно какими-то дикими маршрутами. Вы обратите внимание, что здесь абсолютно нет подсказок, куда ехать. Да бляха, он же сзади был. Ну, пулемёт у него ослабленный, потому что даже из пистолета, если столько раз попадают, главный герой бы уже умер. А пулемёт строчит, как бы, а жизни почти не убавлялся. Разносим в щепки и в говно очередной рынок. Такое ощущение, знаете, что здесь одни торговцы, блядь, живут. Одни рынки в городе, ничего больше нет. Рынки и церкви. Они жрут, покупают, продают и молятся. Так, перекрёсток с круговым движением в моё слабое место. Слабое место в моём вождении, сука. Кто свой маскарад тут припарковал? Сюда! Стой, стой, стой! Суки! Пробка, блядь. Накат, наверное, выйдет. В стекле такие дыры, как бы, которые намекают на жопоразрывательнейший калибр этого орудия. Но почему-то дырки такого же размера не появились в жопах главных героев. По-моему, колёса пробиты. Задние, вот точно. А ты думал, шутки шутят? Да, как дрифтовать, тут немножко непонятно. А, вот. Она сама дрифтует, в общем-то. Эй, осторожно! Серьёзно? Это же внедорожник, давай в объезд! Да? Какой нахер объезд теперь? Блядь. Я провафлил эту яму, её просто не увидел. Я только скорость набрал, только дрифтовать придрочился, и тут натяну. Но внедорожник, даже, блядь, не знаю, никакой бы в такой уклон, наверное, мне кажется, не залез всё-таки. Есть, кстати, такая дисциплина для внедорожников, они там в горочку заезжают по очереди, пытаются заехать. Не байся, всё круто! Жесть вообще, чё. Всё круто! Не знаю, какой интерес в этой неваляшке ездить. Охренеть, да, и крыши вот эти шиферные не проламываются под машиной. Вот это вообще бомба по крышам других тачек. Я надеюсь, что сейчас погоня не закончится, мы просто Сэма заберём. Эй, похоже, это он! А, на мопеде? Ха-ха! А у этого, наверное, мопед бронированный, да? Только поэтому он жив до сих пор. А за ним, знаете, как будто конвой, блядь, из Безумного Макса гонится. Просто держись за колонной! Обалдеть! Много же их тут собралось по нашей душе. Но раз мы ещё живы, значит, недостаточно. Офигенно. Вот таких моментов в игре надо больше. Вот таких, блядь, ещё и картина-то какая. Рисовые поля. Но дорога кончается. Знаю, знаю. Что? Эй, ну... Ха! Терминатор! Да ладно, он только что ухерачился об забор, я видел. Интересно, а как я могу на трассу регулировать, насколько я лечу правее или левее? Это же вообще уже не от героя зависит. Бля-а-а! Ёпты! Ох, как ты! Чуть жопу не оторвала. Ой, блядь! А чё мне надо было делать? Я же жал, чтобы он выше лез. Он просто не полез уже выше. Окей. А чё ж ты сейчас-то не убился? Бамбук, типа чё, не такой крепкий? Всё, выше он-то он не лезет. Ну, это не экшен. Когда заранее знаешь, уже, конечно, не очень. О! Да, вот то, что он жопой об землю ударился, тоже не больно, да? Блин, погоня-то продолжается. Но это уже что-то такое было в Assassin's Creed, по-моему, во второй или третьей части. Что за шутки? Но всё равно это круто. Пока темка не заезжена. Бля-а, ещё и стрелять из этой позы. Да я не могу попасть. Даже... А, тачка взорвалась. Я даже стоя на ногах с трудом, блядь, на джойстике попадаю. А уж сидя, блядь, болтаясь на верёвке. А, вот. Ну, короче, надо просто попадать по машине. Вот. Я просто думал, что в людей надо стрелять, но машина здесь ослаблена, естественно. Благо, что тут улица настолько засранная, что на ботинках главный герой едет как на роликах, походу. Интересно, а как главный герой перезаряжает свою пистолетик? Офигеть. На все руки мастер. Так, ну что, в кузов-то можно залезть? Да. Теперь мы сможем стрелять из автомата, походу. Да, в этой миссии прям сочетание. И стрельба на ходу, и езда на ходу, и всё на ходу. И всё вместе-то выливается просто в офигенный, в лучшую, наверное, в лучшую экшен-сцену в играх, наверное, на данный момент. Только единственное, что я не вижу, куда стреляю. Ну давай, ты выздоравливать будешь или что? Да, отлично. Заебись, он прыгнул в следующую машину. Этот прыжок, я прям так верю, так верю, что он старался допрыгнуть. Ну давай, ну чё за чёрный экран малевича-то, ёптать. Ну, come on. Они, чтобы убить Дрейка, свою же машину подрывают, что ли? Я так понимаю? Какой-то мысль. Я вот не понимаю, мне в кого в первую очередь надо убить. Наверное, чела, который стреляет в меня в ответ. Так, 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 давай-давай, выздоравливай уже, ну. Отлично. Теперь мы в газике в каком-то, блядь. Ну почему вот эти трубы всякие торчат? Они вот, сука, не могли их убрать хотя бы? Декор, а, ещё и бортик, блядь, отстрелили. Вообще феноменально. Откуда, откуда, кто, кто, кто? Я буду двигаться, так они хуже попадают. Сука, иди пиццу на своём мотике вози, говно. Да падай ты в жопу. Давай, 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 водятела тоже. Откуда, 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 откуда. Калашников кончился. А, вон он на полу лежит, он бесконечно на полу материализуется. Да, выстрел водителя подрывает машину. Ха-ха-ха. Ну, а как, какие ещё шансы у человека с автоматом взорвать тачку, по сути? Ну, если это не тупое кино. Никаких. Ну, это замечательно, а что я должен был сделать? Вроде больше там тачек не было, чтобы я переп... Откуда-то человек взялся. Отлично. Ты его выломил отсюда вместе с автоматом... А, они теперь сюда на абордаж. То есть это был чекпоинт. Теперь они именно в рукопашную атаковать пытаются. Так, а если я не буду... Чтобы прыгнуть на машину, блядь. Может, если... О-о-о-о! Машинка-то уехала. А куда валить? Вот, когда он... Это ключевая фраза, пора валить. Только тогда он валит, действительно. Так, снова я стал считаем обладателем... Говномеса. Говномеса с открытым верхом. Но стрелять на ходу нельзя, что самое интересное. Но это было бы слишком уже, наверное, сложно для управления. Так, ну как мотоцикл обезвредить на тачке, допустим, я понял. Да, зацеп... Блядь, ха-ха, охренеть. И сколько раз это надо сделать? Ещё и на повороте. Да вы издеваетесь. О-о-о, ёптвое! Ну всё, за нос полное рыло, наверное. И риса полные штаны, это же рисовые поля, я так понимаю, да? Мы проезжаем. Ну давай, водитель ранен, тачка задымилась. Правда, я так понимаю, что мне туда ещё пересесть надо было, но я пересяду вон в ту, там уже водителя нет. На улице как раз на дороге ревёт мотором какой-то мотоцикл, а я расстреливаю мотоциклистов с двойным удовольствием. Блядь, почему они этот бортик открывают? Трупы подпрыгивают на кочках и смещаются к выходу. Так, ну давай, подъезжай. Мне нужно... Да, чудо. Чудо, что он спрыгнул всё-таки. Так, ну мы уже второй раз, получается, видим одно и то же. Когда эта миссия вообще к концу собирается, как-то приближаться к логическому. Где все погибнут в одном большом массовом ДТП. Бля, я как будто на группу байкеров быканул где-то в баре. Один собирался ловко прыгнуть, но вместо этого ловко-ловко сейчас жопой полирует землю. А, вот и Сэм впереди нас. Надо, видимо, оставшихся. Та-та ладно, нихрена ты обезьяна. Как он на кладу? Он... Не, ну понятно, что вот эти прыжки, они подыгрывают в этих моментах. И мне, и компам, потому что... Бля, как... Слушай, мы сейчас должны были погибнуть просто в страшной аварии, врезавшись в дом. Твоими стараниями. Бесстрашный ты наш. Чёрт, сейчас... Ну, блядь, они въехали, да? Сейчас я... Сейчас меня опять фейл... А, нет, всё, нормально. Сэм ещё борется. Видите, даже убил кого-то сам. Охренеть. Ну, и осталось-то всё в скрипт. На чём ты едешь? Что это за мотоцикл? Это мопед какой-то. Он с такой скоростью, наверное, и не ездит, на самом деле. Подушка безопасности, нет? Причём он не был пристёгнут и остался жив. Пожалуй, я тоже теперь не буду пристёгиваться всю свою жизнь. Они спорили, на чём быстрее они смогут скрыться на байке или на машине. В итоге победила дружба, они оба, видимо, погибли. Нужно выбраться! Как огонь подвезли огня. Ну, чё я нажать-то должен? Главный герой греет пальцы, они, видимо, замёрзли у него сильно. А, я руки должен подводить. А вы не ждали, что ли, лохи? Ну, в таких местах вообще должны включать слоу-моушен, чтобы объяснить, как они сразу не пристрелили героя. А вот и наши старые друзья. Может, мы хоть, блядь, на разных мотоциклах поедем? Ну, чё за порнух? И чё мне с ним делать? Вот, держи, держи, блядь, детский пистолетик против, сука, турели какой-то, блядь, зенитной. Ну, я прострелю им, конечно, колёса сейчас. А, мне надо просто стрелять, неважно куда что-то. Типа пули останавливают её, да? Ну, я в кроссаут играл, я знаю, что первым делом надо стрелять в бочку, она взорвётся, а не получит дамагу. Не, мы из пистолета-пулемёта сейчас ушатаем броневик и убьём, к чёрту, всю... Нафуеть, всю реалистичность данного эпизода игры. Охренеть. Фу, да. Живой? Хочется пройти его ещё раз. Как тут рестарт, кстати, сделать? Поехали отсюда. Мне нравится, рабочий так подбежал, посмотрел на них, на нас, на них, на нас, всё, усталился и стоит, ничего даже не сказал. Ай-копок, вот, мотел. Ай-копок, вот, мотел. Ай-копок, вот, мотел. Ай-копок, вот, мотел. Ай-копок, вот, Ли Сентия. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу, это их девиз, и все отсылки к Раю сразу было ясно. Я вижу, у вас всё хорошо. Лучше, чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Кого? Либер чего-чего? Либерталия. Либери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее, даже пиратскую утопию. Либери придумал либерализм. Короче, по легенде, это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было, было всё общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И всё ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Ну, и где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. На острове. Северо-восток от Кингсбея. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберётся, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Как он провёл анализ за кадром, да, чтобы не состыковывать факты и вывод. Как твоя работа в Малайзии, Нейт? Пападос. И сейчас будет сцена погони номер два. Прямо с курса. Елена, я... Это... Не то, что ты думаешь. Прячьте сковородки, пацаны! Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем, это именно то, что ты думаешь. Но я всё объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Знакомься, мой брат. Да? Это Сэм. Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Три здоровых мужика боятся разбудить дракона. Я думал, он погиб в Панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых пятнадцать лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их... Как будто он оправдывается, почему они бухали. Но, хорошая новость. Мы его нашли. На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще, была работа в Малайзии? Зарплата где? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Если б ты погиб, я... Я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Кто же ты? Да ладно. Я это я. Ну, я же... Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. И с каким лицом он зашел? У меня самолет. Тут... Он был на волосинке от смерти. А бабе все, блядь... Ты мне врал, блядь. Ты мне не врал, нахуй. Че у них все, блядь... Все к одному сводится, ебта пиздец. Разводись, нахуй. Давай найдем ту из второй части. Шоколадочку. Что ты делаешь? У нее жопа получше. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя. Или... Или... Спрятать где-нибудь. У меня есть люди. Он провел в тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно. Бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Да, ты давно в этом бизнесе. Тебя вообще в первой части в самом начале застрелили. Молчал бы уж. Опездал. Как прикажешь. Тебе помочь? Не надо. Мы все втроем посремся теперь за бабы. Бля, пришла и все поиски нам обосрала. Хе-хе-хе. В море. А, ну это то, с чего игра началась. Где они с братом там вкатили. Потом даже ехали. Ага. Эй, Нейт. Да. Земля. Мы только что отплыли. Конечно, земля. Бля, посмотрите, вода какого цвета. Ну, что скажешь. Неплохо. Встань-ка за штурвал. Знаешь, со всей этой беготней на грани жизни и смерти мы как-то забываем остановиться и оценить красоту момента. Ты мудр. Слова твои мудры. Сигпар висмагна. Сигпар висмагна. Да. Что они там, библомен пьют? С красным лобстером на этикетке? А потом в армату играть, да? Слушай, братишка. Она тебя простит. Точно простит? Мы же вернемся с таким сокровищем. Не знаю. Просто это будет далеко не в первый раз. Ой, анимация у воды лагает. Ой, бля. Я ожидал чего-то побольше. Да, но мы точно в нужном месте. О, я за рулем, что ли. Теперь надо найти, где причарить. Да. Хе. Круто. Теперь катером управляю. Смотрите, у них два движка по сотке. Охереть. Тут ведь остров, так? Тут хотя бы остров. Ищи то, что сделали люди. А, то есть пираты. Хе. Ну да. Так. Ну, может, Либерталия это просто маленькая хижина на берегу. Хе-хе. Ага. Домик на дереве. Блядь. На секунду представил, каково это там реально по таким пейзажам и видам плавать на таком катере? Да. Эй. А вдруг там и правда денег нет? Тогда нам обоим нужно где-то спрятаться. А где-то там сидит местный папуас такой и говорит, блядь, как же это все заебало. Это океан, песок, катера. Вот бы снег потрогать. Снежинку съесть, блядь, как же. Он жил по своим правилам. Ездил по миру, разбогател сам. Ну да. Только за его голову назначили награду. Нейт, смотри, корабль! Так я сюда и плыву, что-то орешт. То есть останки. Да, о которых, как обычно, никто не знает. Булт их. А, ну, блядь, нырять не надо, надо рисовать, конечно. Или что? Или надо поднырнуть. Там даже два корабля, по-моему. Ну, подводная красота, конечно, тут неоспорима. Не такая, как в Бэйк Флаг, но все-таки круто. Ну, неплохо. Надо, наверное, посмотреть, что на носу. Там же эта статуя. Я не вижу, сколько у меня воздуха. Я боюсь надолго нырять. Да ладно. Ну, что ты такой, сука, деревянный пловец-то? Какая-то рыба. Единственное, что тут можно найти, наверное, это утонувшее сокровище, которое коллекционное. Вот он, что там блестит на дыры. Куча ракушек каких-то. Пушка. Но я сомневаюсь, что где-то в наше время есть настолько хорошо сохранившиеся вот эти доисторические кораблики. Если там от Титаника скоро уже ничего не останется, он железный был. То что уж говорить об утонувших деревяшках. Чё это такое? Чтобы найти транспорт. А это что? Это не здесь Джека-Воробья высаживали? Что же, блядь, одно дерево и куча бочек. Скажите ещё, что бочкам тоже несколько сотен лет, я вообще офигею. Нет, что-то главный герой молчалив. А, ну конечно. О, что это? Да, сест Пушкин. 24 января 808 года. 200 лет, отлично. Жуткий кошмар, будто я снова оказался в панамской тюрьме с петлёй на шее. Палачом же был мой дед. Он сунул мне под нос деревянное распятие со цветным дисмосом и прошипел. Каждому воздаётся по заслугам, Джонатан Бернс. А после столкнул меня с башней, и я полетел вниз. Как всё, смотрите, повезло, да? Такая находочка, опять про дисмоса что-то пишет. Проснулся я в холодном поту, стоял страшный крик. Наш текелажник в бреду захватил каравеллу и поднял паруса. Дарби попытался его остановить, но гадёныш пырнул капитана ножом и бросил умирать на берегу. Изловить парня удалось только когда корабль сел на мель. В наказание за эти преступления я приказал привязать его к сломанной мачте. Старпом Хейс настаивал, что это излишняя жестокость, что хватит и пули, но я был непреклонен. Если мы хотим избежать подобного в будущем, если я хочу достигнуть цели, казнь должна быть показательной. Припасы с каравеллы, сколько удалось спасти, мы перенесли на оставшийся корабль. Ближе к ночи мы вернулись в пещеру и передали бедного капитана Дарби земле. Люди занялись подготовкой к отплытию, но я слышал, как они ворчат. Они засомневались в успехе нашего предприятия. Тогда я собрал их вокруг могилы Дарби и провозгласил. Пусть его смерть будет не напрасной. Мы уже близки к цели. Сокровища Эвери ждут нас. По правде говоря, единственное, в чем я был тогда уверен, так это в правильности своего решения оставить Клэр дома. Подобные события это слишком для ее утонченной натуры. Пожалуй, это и для меня слишком. Но мне нельзя отступать накануне не только моя собственная честь, но и честь моей семьи. То есть опять какой-то чувак свою жену дома оставил. И жалеет, как и главный герой. Вот вам и аналогия. Так, а если я переверну и нажму читать я... А, тут нет читать. Кто это с мышью, интересно? С мышью на плече. Там какая-то подпись? Рикардо или что-то такое. Так, хорошо. О, и ты здесь? А теперь ты за мной плаваешь? Отлично. А то на машине вы за мной не ездили. Бегал как дурак по два часа. Круто же, да? Да, неплохо. Что именно его впечатлило, я не понял. Ну, я вижу, что вон там, походу, бухта-то в центре. Странное чувство. Словно скоро произойдет великое событие, и я... Мне как-то сразу и волнительно и жутко. Великие события. Так, ну тут точно... Зря плавки нельзя. Что-то должно быть. Вечно забываю носки. Мокрые носки и холодная голова. Вечно забываю носки. Кстати, надо было посмотреть, на мачте скелет-то остался висеть или все-таки... Отвалился от времени. Так. Что-то мне оставили на пожилу. Табакерка с кодовым замком. Тогдашние матросы были знатные нищеброды, да? Потому что, ну, богатые не шли моряками наниматься на корабли. Я сомневаюсь, что они могли провафлить. Тут хоть что-то более-менее драгоценное. Даже такое маленькое, как табакерка. Если даже покойник обирался до того, что в одних трусах его в воду скидывали сапоги, штаны, там все забиралось. Все шло в дело. Нам пора. Ты смотри. Тебя теперь не догонишь. А, понятно. Почему камера так приблизилась, чтобы беспалевно нарисовать Сэма, стоящим на палубе. Ай, какие пейзажи, а. Я такое раньше в 90-х на фотообоях только видел. Так, а вот здесь... О, кстати, посмотрите-ка. Какие хитрожопые. Блин, я как будто в Watch Dogs играю. Снова говорит, кораблик. Снова куда-то надо лезть. Снова матушка природа позаботилась, чтобы у человека был доступ к тамошней пещере, которая там наверху. Надеюсь, назад-то хоть можно будет сверху спрыгнуть? Тут нырять-то милое дело. О, а вот и клиент какой-то, смотрите, загнулся. Залез сюда и помер. А, что это такое? Настройки? А. Сокровища почему-то сразу не открылись. Персидский кожаный чехол для блокнота. Ни хера себе. Как раз Дрейк часто пользуется блокнотом. Мне кажется, это знак. Он даже книжечку свою достал, но почему-то не стал ее упаковывать. Прыжок Веры! Ай, тут плохо реализовано. Тут камера, когда он уже подлетает к воде, начинает... Да, блядь, тихо ты, ёпта, убьешь. Когда он подлетает к воде, камера начинает отдаляться. Что как бы скрадывает эффект удара в воду. То есть рассчитываю, что сейчас камера вместе с главным героем уйдут под воду, а этого не происходит. Все-таки миссии в открытом мире, они немножко странные. Все красиво, все нормально, но... Само занятие для такой коридорной игры выглядит немножко странно. Нейт, вон там! Ну, это определенно сделал человек. А-а! Охереть! Точнее, пират! Да, да. Вместо беспалевной пещеры отгрохал тут себе башню, короче, пират. Я говорю, что этот вот пират, которого они там сокровища ищут, это, походу, безумный каменщик какой-то. Он был одержим строить, строить, сооружать механизмы, то в пещере там все вырубил, то здесь башню построил. Нам надо к той башне. Да! Я понял, что нам туда надо. Не тупой. Вот тут даже и вход есть. Да, еще и лесенки нарубил. О! Чего? Что это такое? Ну, это чисто случайно можно было только найти. Похоже, это дверь. А за ней комната? Огромная комната. Может, для хранения сокровищ? Э, не. Не тот масштаб. Эвери спрятал бы сокровища в самый хитроумный лабиринт. И хорошо бы его защитил. Видимо, надо что-то сбросить сверху на эти доски. Тут так или иначе, человек, получается, полез бы наверх, сбросил доски и обнаружил бы эту комнату. Просто тихо, алкашня. Нет. Тут нечего сбрасывать. Только самому можно спрыгнуть. Может, оттуда что-то надо притащить? А это что? Это поддон. Сейчас свернусь, попробую спрыгнуть, если тут ничего нет. Здесь, скорее всего, ничего нет. Может, что-то посмотреть разве что. Может, ядро какое-нибудь от пушки, а? Оно проломит. Ну, бочонок, ну. Сэм, сюда. Жесть какая-то. Если здесь нету лестницы наверх, кроме как выхода в окно, как тогда человек, который должен был тут тусоваться, поднимался сюда? О, что это такое? Вроде это оно. По-моему, значок, значок Варфейса, нет? Какой-то символ. Шеврон, эрол или стрела. Стрелка компаса. Впервые что-то разгадал Сэм, а не Нейт. Как ты догадался? Ну как, основной принцип? Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Блядь, как это работает? Я просто в шоке. Посмотрим, куда указать. Знаете, мне нравится, когда вот продуманы такие тонкости, как, ну, все продумано должно быть, то есть до мелочей там. Как объяснено, чтобы даже тупые поняли, что и как работает. Но здесь просто лепят, блядь, от балды нахуй. Тут, блядь, нажал на кирпич, на пляже под песком что-то поднялось. Пиздец. Там что уже тогда? В те годы изобрели дистанционное управление, что ли? Я не понимаю. А, и там что-то поднялось. И там что-то поднялось. Смотрите-ка. По всему пляжу, блядь, одни поднялись. Нет. Ты перелетел. Я хочу, чтобы ты упал ровненько на доске. Посмотрим, что будет. Я, конечно, понимаю, что тут в этой игре так дела не делаются. И загадки так точно, скорее всего, не разгадываются. Ну, мало ли. Может, тут привет какой-нибудь 90-м. Нет, тут каменное все. Это не доски. Они увидели, что там полы, но это камень. Какая там нахуй-то та комната, интересно. И там тоже вылезло. Что это такое? Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Так давай, может, сразу пойдем к той дальней, которую я увидел. Сэм. А, Сэм, все на месте. Мы в детстве, помню, в какую-то игру играли. Так же, на асфальте мелом надо было рисовать стрелку, куда ты побежал прятаться или что-то такое. Смотри, вон еще стрелка. Да, а вон еще пещера. Я понимаю, конечно, что в этой пещере, скорее всего, сокровища и больше ничего. Ну, в смысле, коллекционное. Но мне кажется, стоит туда слазить. Давай посмотрим здесь. Неплохая мысль. Нет, мысль говно, потому что... Ни хера. Но видно, что не с этой стороны острова точно. К сожалению, здесь нет вариативности сюжета и вариативности концовок, поэтому нету вот этого чувства, что надо обязательно посетить это место и что у тебя будет какая-то уникальная концовка из-за этого, отличающаяся от всех других. То есть у тебя там кого-нибудь не убьют. Или что-нибудь такое. О-о-о! Нет, я оттуда приплыл. Я знаю, что с той стороны. Я не видел, что там можно где-то куда-то залезть. Ну, я залез вот на балкончик, где скелет лежал. Но дальше прохода не было. Так, снова стрелка вперед. А они бы хоть пронумеровали, где какая стрелка-то, ну. А вон, подводная, подводная. Вижу еще одну стрелку. Чего бы твою мать. Что-то все дальше и дальше они меня куда-то уводят. Сейчас должно быть либо влево, либо вправо, но точно не в океан. Да ладно. А, ну по широкой дуге правильно мы обойдем остров, идем по кругу. То есть, по сути, я, получается, открыл, только первая стрелка выдвинулась, да? А эти, получается, уже здесь торчали. И интересно, можно ли было случайно наткнуться на эту хрень и просто плыть по этим направлениям и таким образом попасть в конечный пункт, не посещая эту башню. Вот сейчас я что-то не понял. Я следующую не вижу. А, вон она, на берегу. Пипец. Большая. Кто? Хороший знак. Стрелка большая или пещера большая? О, вот она. А там что за ворота такие? Смотрите, жилет. Такое ощущение, что там на приколе, наверное, этот летучий голландец стоит. Она до земли достает? Да, не поднырнуть. Хорошо, что это место никто не нашел. Сюда бы туристы понаехали. Так. Ха, а как он? Он туда не достанет. У него прыжок-то крайне инвалидный. Ну, я слушаю твои предложения. А, так. Я вижу, вон лазилка где. А, тут что-то нарисую. Ну, каменная колонна. По ней можно забраться. Да. Может получиться. Да ладно, нихера себе. По потолку. Я вот там увидел ступеньки, вон, но под ними шипы. Я думал катер подогнать, с катера туда запрыгнуть можно. Нет, катер низкий очень. А сюда можно. Блядь, ну, перепарковывать его вообще, жесть. Дух приключений в игре такой начался наконец-то, да? Такой нормальный, нормальный экшен показали, нормальные пошли эти поиски, лазилки всякие. Бля, почему эта игра так вяло начиналась? Почему она сразу с козырей не пошла? Лезть по скале? Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Ну, скажи. Ну, да. Да. А, по-моему, очень. Пиратский остров. Не очень-то тут и остров-то, в общем-то. Игра абсолютно пропустила анимацию бросания веревки, он просто на нее телепортировался. Главное, не разбиться насмерть. Вау. Эвери нравилось действовать с большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стеснялся. Да, деньги же были. А рабочих, которые тут это все строили, наверное, и похоронили здесь же. Можно назвать самым хитроумным лабиринтом? В общем, да. Камни покрашены зачем-то. Ну, вход завален, но я вижу уже обходную, обходную лесенку. Хитроумный лабиринт это звучит, блин, крайне интригующе, конечно, прям вообще. Опа-опа-опа. Что, не ловушка еще нет? Так. Ну. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Ну, пролезай. Спасибо. Да ладно. Фух, что-то много мы таскаем тяжестей и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Угу. Ну-ну. Я вообще, мне кажется, что вот этот момент, где они помогают друг другу пролезть через что-то, нужен для того, чтобы отрезать игрока от предыдущей части игры. Я не знаю, может. В это время, может, тут что-то прогружается просто. Не знаю, зачем нужны такие моменты. Если игра не кооперативная. Пару раз сделали, да и ладно. Ах. Вот там, наверное, погодка какая. Ай, ёпти. Что не место, то под шашлыки. Ай. Чё-то я не понял. Это я чё, блядь, за круг почёта тут дал? А куда надо-то тогда? Чё это было? А, надо выше, что ли? Ну, а я куда залез? Да сюда я залез. Нет? Ах, вот оно что. Выяснится, короче, что пираты просто в казну деньги складывали, чтобы повсюду строить соборы Святого Дисмоса и поддерживать религию. Дисмоснянство. Ах, ха-ха. Ой, блин. О, ну тут всё. Опять. Опять сейчас увидим яркий... Яркий момент, когда брат не догадается бросить верёвку своему брату. Ну так забей на меня хуй, сходи посмотри. А, ты это и собирался делать? Окей. Дебил. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так. Теперь надо с тобой как-то решить. Верёвку. Брось мне верёвку, упырь. Сэм, ну что там? Сэм, эй, ты там? Приехали. Он ушёл искать сокровище без меня. Я разрушил свой брак. Поссорился с лучшим другом. На хвосте два психа с целой армией. А теперь и брат мой пропал. Хорошо хоть я один. И некому сказать мне, какой я придурок. Нелепое нытьё. Я вон вижу, вот там зарубка есть. На скале. Но здесь-то их нет. И внизу тоже ничего нет. И там ничего. Так, блядь, а куда? Что, мне назад идти, что ли? Так, Сэм, где ты? А, вот. Ну да, точно, мозжа порвался. Да, Сэм, чё, пошёл уже вон Дисмоса грабить, ёпта, чё он. Сэм верный кореш, базара нет. Вообще просто бросил меня и пошёл. Я его жопу от тюрьмы спасаю, блядь. Не корысти ради, как говорится. Только чтобы ему, блин, мафиози очко не разорвали. А, он киданул меня и полез. Может, его там уже ловушкой прижучило. Чё-то такое. Слоник. Слоник из глины. А, слоник из слоновой кости, наверное. Ну, давай-то. Там места и достаточно. Подождите, всё-таки что это такое? Могольская. Могольская резная фигура. Может, монгольская, может, нет? Просто такое чувство, что её как в позвоночнике в каком-то вырезали. Могольская. Ох уж эти проклятие, Моголи! О, понятно. Единственное, что непонятно, зачем они это всё строили здесь. Ты был! Искал способ тебя поднять! Да, ну и как, нашёл? Ладно, прыгай сюда! Блядь. Какой-то ящик притащил. Вот просто верёвку бы скинул мне и всё. Привязал бы её вон. За вот эти же вон палки, блядь. И что мне делать с этим ящиком теперь? А это что? Тут чё, кроме ящика ничего не было, что ли? Чё ж ты тогда так долго его тут искал, блядь? Ладно, он тут, наверное, срал, сидел за одну из колонн. Лучше тут не ходить, а то наступлю, блядь. Ай, какой вид. Опа, чё такое? Ага, верёвочка. Это значит, что нам надо вон, наверное, вон туда. Классный вид. Да, давай пасым в две струи. Ты меня не слышал? Когда? Тогда! Я тебя звал! Я не слышал, а что? Ты волновался? Значит, он что-то тут делал. А ты же в своих мыслях? Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идём? Да. Сказал бы, что срал, да и всё. Чё ты, блядь, выдумываешь? Ладно, дальше мы пойдём, я думаю, в следующей серии. Уж такие... Уж такие пейзажи. Хочется себе этих скриншотов для рабочего стола наделать из них. Ну и к тому же серия уже идёт приличное количество времени. И... Да, и она была крутая. Вот эта сцена всё-таки на тачке, погоне и вообще огонь. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и всё такое.